Как я понял из предварительного общения, была очень содержательная, насыщенная и интересная поездка. Мы молились о путешествующих, о разрешении ваших трудностей. Очень интересно будет и прочитать, и увидеть, как вы путешествовали по Европе. А также хотели бы услышать ваш рассказ о том, как вы везли Слово Божие на Европейском континенте. Будьте добры. С момента, когда вы поехали отсюда, у нас впереди намечали две остановки. Это Барва лежит, парализованная на этой системе. Он 12 лет парализованный лежит. Упался, умернул, ударился и 7 позвонков умер. А потом, когда делали искусственное дыхание, перерезали раздробленными позвонками весь мир. И он 12 лет лежит, у него движется чуть-чуть вот эта правая куча. И так, скрещенные руки он держит на мышке и рисует иконы. По иконописи он занимает в интернете первое место. Ну вот мы даже были с ним встретиться, он заочно познакомился, сильно помогает, разбирается в интернете и в компьютерах. Мы там побыли. Решили посетить еще город Шахты, Ростовской области. И в прошлом году была наша ставка. То есть куда мы засылаем контейнеры книги, это 3800 килограммов. И каждую неделю заправляемся и уезжаем. Что заправляемся? Это раскладываем книги из пачек. Каждой пачке 8 книг, 8, 10, 6. Чтобы они были по одному модуру, по одному зеркалу. Это 38 книг. И оттуда разъезжались. И там у нас хозяина была неприятность, он у лесопилка у него. Помню, что она остановилась, пила крутилась. Я его руку захватил и сильно перерезал потом. Хозяина. Это отца Яна Суворова, родной брат. Мы там побыли. Ну, заранее, когда мы готовились поехать, прорабатывали старый маршрут через Украину. Были люди, которые хотели передорожной службой ходатайствовать, будут до президента зайти. Бесполезно. Если в одном вас пропустят, другой задержан. А чего ожидать? Ну, что сомневает все и вернешься или нет. Мы подумали, когда проехали, посоветовали через Белоруссию и по границе с Польшей пройти. Нам нужно попасть в Грецию. Но тут пришло сообщение, что лучше всего ехать через Турцию. Пройти к Северо-Осетии и дальше через Грузию войти в Турцию. Мы так и сделали. Когда подошли к таможне, нигде машины не идут. Почему не идут? Оказалось, таможня закрыта. Произошел обвал уже 9.15 и ход намерзно закрыт в Грузию. Значит, у нас выхода никакого. Ну, куда прыгать? Через горы не прыгать. Развернуться назад. Пройти через Чечню, теперь поворачивать. Пройти весь Азербайджан. Это сначала Дагестан, Азербайджан. Мы 1700 километров проделали. Это лишнее только. И дали более 1000 километров побережьем Черного моря в Турции. И вот батюшка спрашивал, что самое такое трогательное было. В какой стране? Прошли мы 14 стран. Намечено было больше, но машина отечественного производства, газель грузопассажирская, стала ломаться. Она просто, видимо, не выдержала, не рассчитана на это. В Турции была задержка. И задержка необъяснимая. Внешне как будто можно объяснить, а внутренне нет. Мы 12 часов пробыли на таможне. Когда проповедуешь, приходится применять свои знания. Я много занимался, поэтому напрягаешь память. Здесь ничего не надо было. Все бесполезно. Мы молились в 12 часов. Прямо сдержанно таможне, где идут тысячи людей в одном направлении. Идут турки с двух сторон. И мы молились. Становились на колени, простирали руки. Но снять ничего не могли. Сам не разрешать. Но люди другие по телефону снимали. И Бог открыл дверь. Я раньше не раз слышал, что американцы употребляют слово. И там потрясающая рыба, потрясающая погода. Слово потрясающее, хочу сказать, нужно исключить из лексикона. Потрясающее только молитва. Молитва встреча с Богом, когда небо и земля соединились. Мы ничего не делали. Мы стояли здесь же, где идет направление документов. Потоком идут люди в двух направлениях. Через стекло такое видно. А здесь рядом. И мы молились. И турчанки, которые работают, эти. И они выносили даже подкормить там, поить кофе. Какие? Они по-своему верят. Это было такое памятное событие. И 12 часов еще на азербайджанской простоярде. А таможня, это мытница по-украински. Там все проверяют. Даже снять сапоги. Потрясите. Все. Каждую бумажку. У меня у него не ликона, что это такое. А у меня с тобой миротащивые иерусские иконы Божьей Матери. И ватка. Он так и выпустил у меня на таможне. Я сказал, для исцеления. Видимо, кто-то больной. Все же прошли. Самая легкая таможня была, опять же, в Курсе, граничащая с Грецией. На две таможни не больше 20 минут. Побыли в Афинах. В Афинах это 800 километров ниже надо опускаться еще туда. Вот это первая страна в шеведении. Мы опоздали из-за английского посольства. Они долгоджали документы наши. Но все получилось, как не думали. Нас встречали. На дороге уже машина стояла. Там побыли, побылись. Люди пришли, встретились. Беседовал. Мы все это записали. Уже на интернете, наверное, стоят. Мы скидывали, отдавали. И далее паромом нас посадили и выдали. Видели папский дворец этот. Долго ходили, крутили там по разным полицейским. Папе, франциску и Венедиктову подарили нашим людям. Лично мы их не видели там. Не пройдешь. Это царство. Другое царство. Царство мира всего. Везде они украшены. Патрули стоят там, охранники. Ну а дальше уже мы пошли. Первое пропустили, где мы не были. Намечена была Монако. Главный горный дом Европы. Вещание время никого не было ни в этом. Но прошли полностью Испанию. И там расстояние уже шли на тысячи километров. И Португалия. Далее уже океан. Больше ничего нету. И вот какие встречи. Когда заезжаешь в город, то при свободе были. Никого не знаю. Визит португальский. Телефонов никаких нету. Один какой-то даже старостный храм. И брат Николай ехал. И сворачивает. Никого не видать. Сидят два каких-то старика. Там один рядом с собакой. Разговорились. Хорошо говорит по-английски. Чисто, ясно. Это нам было на пользу. И он сел в машину. Мы ему сказали заплатить надо 20 евро. Оверо, как они говорят. И он подвез почти к самому храму. Немного зашел в полицейское управление. Подсказали. А у них престольный праздник. И тут заходишь. Охраму они, я не знаю почему, они сразу запилку бросают, вытаскивают. Они нас первый раз видят. Оказывается, что значит иметь друзей? Иметь 100 рублей? Там, в прошлом, позапрошлом году был отец Геннадий Фаскин. Который в моем доме обратился немец. И он там рассказывает, он всегда рассказывает, где он обратился. Что он считает меня духовным отцом, на стане как-то, не знаю что-то. Я таким себя считать не могу. Но факт то, что они знали, и были, видимо, какие-то книги. И вот у меня ваши книги. Улыбчивые, радостные. И тут же мне сразу слово дали сказать. И тут же объявили сбор. Это 250, что я говорю, собрали. Ну для нас в дальнейшем увидели это все помощь. Но что мы стали терять деньги из-за машины, не расскажешь. По 100 тысяч. Это деньги не нам, не нам, я говорится, считанные были. И везде налоги, налоги, налоги. 37 тысячи налогов дорогие собрали. Вот свернули в Грецию. И шланг-баум перекрывает. И шланг-баум в кабинах. 24 человека сидит, собирает деньги. Только проверили сколько км 55. Все перекрыто. 14 тысяч шланг-баума прошли, да. Мытница. Бывает, собирает мотоциклист, а платье вырабатывает. Пассажирская труба. А наша идет как грузовик. Ну и сглаживают они по полной программе с нас. Ну вот когда мы были там, Анастас, он тоже поехал в Бангару, он сказал, где мост самый длинный в мире, видимо, мост там, ну сколько, я знаю, его. 25. В Европе, в Европе самый длинный, сказали. В Европе, кстати, какой мост. Ну, мы просто увидели, нас это не интересовано. И однажды мы же проходили самую Испанию, но почти северо. Вот мы во Франции у нас, первая была остановка, остановилась машина, остановка, бензин кончился, а это генератор там, и другой, эвакуатор сразу. И вот как интересно, убирают на дорогах, и она не рыжая, не может прям мгновенно, женщина подошла, выслать эвакуатор, ну, согласились, а куда денешься-то? Машина медвиженная стоит, но как трасс идет, а тут выгон, куда машину поставить? А там думают о людях, где отдохнуть? Ты устал? Площадка тебе, это бесплатно. И тут же эвакуатору ловез, и тут же деньги, и пошли деньги. Но даже заведите аккумулятор, и то не можешь. Договориться, бранцузский человек понимает по-английски, потому по-манцузски не знаю. Но Господь все-таки позволил. И мы оттуда вышли. Далее мы в Германию ели, в Германии моя артемельница, и оказалась там у нее мать, моя родная сестра. Там прием, конечно, как будто мы дома находимся. Виталия Валентина Сарписон, это наша алтайская, а мы на пенсии, ну а там прием уже. Сразу машину осмотрим, смотрим, ну ничего вроде бы, ехать как будто можно. Дальше будет, мы уже едем на Вданию, в Копенгаде, это скандинавский полуостров. Принимают очень хорошо, для нас главная национальная библиотека, где мы дарим все книги. И встреча с русской диаспорой, то встречается от седния нашей. Дальше мы направляемся в остров Норвегии. И в это время машина начала щекать. Мы срезка изменили, и сразу погоднули оттуда в Стокгольм. В Стокгольме на нас уже запарктовано место, и мы там Никита и сельсники оплачены. Мы даже 28-го ищем сельсники, мы в Дун, куда шибел и сельсники. Они по часам распределили, как нас будут везти, где завтрак, а где что? В Финляндии. Ничего этого не будет. Главное это благодарение Богу. Благодарение вот он сам в Кирилла и его книги, вот она у нас лежит. Я всю дорогу ее читал, четвертая книга. Он ее такую никогда не видел. Настя испечатлена сотнями раз и по метру. Я всю дорогу где возможностям считал. Благодарение открывает дверь для принятия новых милостей от Бога. Почему? Мы делаем дело Божие. Не знаем за этим, что почему. Мы заезжаем разные еще где ремонтировать. Да кто там знает какая газета? Нет никаких деталей. И кто там таких машин даже нету там. Ну и какие детали? Все, не на ней ручку к какому-то допотокному инструменту. но нет природы. Мы едем по погоду природы очень похожи на Алтайскую настоящие. Сосны, вся погода наша. Нам не до погоды. Машина защитала, остановилась с двух сторон лес, оттайга, все. И односторонние люди туда и туда. Несутся на полной скорости машина, остановить никого невозможно. А кому нужно? Стоят какие-то бородатые девятки, еще варят остановиться, они еще газу дадут. Но одна какая-то семья остановилась. На что остановилась? Нам что надо? Нас надо вытащить. На веревке никак у нас здесь трос нельзя. Только эвакуатор, который тебя затащит на площадку. Я первый раз вылетаю, там все сигналы работает, подтаскивает. Один человек все делает, как будто и двое. но стоим стоим на трассе стоим кое-как братья наши остановили эту машину, она согласилась дальше там площадка, ну на другую сторону идет, чтобы в сторонку хотя бы от этой линии, чтобы нас не ударилась машина, машина здоровая не струнся, там фура огромная. Утро пришло, дальше-то что? Абсолютно безнадежное состояние, хоть день, два, год стоишь, никто не знает, никого не вызвать, ни полиции. мы стоим совершенно покинуты, как будто провалились по земле, ну для меня это урок очень большой. Братья говорят, ну вроде как они не до конца домикают. Дело, не просто я остался одним, дело, ами машины, с нами большая ценность, скрипи, и мы не можем на людей выйти. И вот он, когда прошел, встали с братом, куда идти? Видно там внизу какой-то домик, пойдем к нему. И вот как у Бога все вымерено, мол мы знаем что-то за этим есть, но что откроет Господь после? А мужчина собирается уже в машину ехать. Если бы раньше его могло там не быть, позже его уже не было бы. Он по-английски не понимает, но мы все-таки сумели где на руках, где на ногах движения показать, там машина стоит, мы застряли, полиция, ну нашего знания достаточно, я написал СОС, написал, нам нужно автоматировать машину помыть, он это понял, и вызывает полицию, и написал, СОС, скоро приедут, что значит скоро приедут, но он сел и уехал, а мы-то оставимся, на другой стороне еще домик, пошли, а там заброшенная фазена сейчас, пришли, опять стоит, в это время кто-то подъехал, развернулся, гражданские и в обратном управлении уехали, видела разведка, вот она, полиция едет, теперь они уже с нами разговаривают, паспорта, паспорта дали, мы в Шенгенской зоне, что случилось, но даже разговор, они говорят, если вот августын придет назад, 20 километров, значит 200 евро, а вперед 350 евро, а вперед там 30 километров, я посчитал за каждый километр 400 рублей надо платить, представьте, что это, а выхода-то никакого нет, мы и правили, они сказали, через час будет, через час, 40-х пришла, первым делом деньги, денег-то не было бы, у нас деньги только на бензин, а у нас деньги-то поплыли на другую сторону, ничего не говорить, только молиться, он поднял нас, мы сидим на велку, уже там поднят, и увез, увез, но человек хороший, вот деньги-то большие взял, но он мне просто привез, скинул, а он пошел договариваться, кто ремонтирует, здесь нет, он повез на другой участок, явно что-то не по-нашему идет, как у нас здесь бывает, лишь бы тебя спихнуть, а там до момента, там нет этого, то есть, по крайней мере, мы этого не видели, но дальше, они спрашивают, механики вышли, чего они сразу все на нас, вышли, два-три человека, рассматривают, давно ли это, недавно, объяснить это нельзя, вот тут Богосход показывают, самое главное путешествие, это не спать, не хлеб, не туалет, это главная центральная крепость, если ее нет, хоть умри, город, асфальт, даже собаку смотреть не будут, я спросил одного, мужчина, такой, роста такой, и лицо гладкое, чистое, незапятное, как бы, грехово такое, я спросил, он объясняет, где надо, я говорю, мы не обедаем здесь, по-английски, обедать, и обед, они не отвечают со словами, он говорит, обед сейчас, на обеде, а Виктор вот идет, он снимает, старшенька, он спросил, воды я набрать, и как-то разговор зашел о русском, он спросил, он говорит, есть, и тут же на своем телефоне начинает вызвать русских, какая-то там миссия, и приезжает мать Людмила, а ее дочь Надежда, у меня жена Надежда, у брата Акима любила, легко запоминать, и они теперь приехали с мужем еще дальше, и советы какие, дальше-то что нам делать, 500 километров до Стокгольма, ну, по 400 рублей дома себе, даже оговорить мне нельзя, это невозможно, но нам что-то надо двигаться, и начинают советы, ну, машину надо на стоянку, за стоянку платить за каждый день час, но вам написать, деталь вышел, там месяц-другой пройдет, да и вышел, или не вышел, да и мы толком не знаем, что высылать, думали, оно оказалось другое, и тогда дочка, ну, дочка-то она взрослая, у меня есть, и трое ребятишек, и она говорит, вам нужно сейчас эвакуатор снова, и 150 километров, Карцханс, порт, и оттуда, к Лапеду, Литва, А Литва, это недалеко от Калининграда, а в Калининграде у нас знакомый, то есть, не заочный знакомый по интернету, очень хороший человек Димитрий, просто хотелось бы, чтобы помолились за ним, в прошлом году уже было ехать, денег я думаю, не знаю, 150 тысяч штрафов скинул, никогда не виделись, ничего, ну что, деньги-то уходят, но рублей-то есть у нас, я в это нету, это только здесь говорит так, мы с ним говорим, я говорю, а вы в Россию-то поедете, собирается, а там кроны, ну обменяйте нам, вам все равно в Россию ехать, они соглашаются, и меняют нам, но предварительно созвонились, по-шведски узнали, сколько надо, как заказать, это они все делают за нас, и мы только отдали им деньги, я прочитал, как 37 тысяч, да твой, тысяч, не в рублей, я дома за каждую копейку, трясусь, а тут 100 тысяч, как будто нет ничего, как ехать дальше, уже и не думаю, они договорились, и мы уходим, пришел, 150 километров, это где-то 680, кажется, ехать, готовь, но он отвез, ну, уходит пором, там пором, это большой корабль, метров 200 длиною, огромный корабль, там эти фуры, вот эти здоровые, 7 осей, которые 6, идут, идут, и идут бесконечно, десятками туда, и он станет, как будто его не касается, корабля, огромный корабль, ну, и заходят сами машину, мы-то не можем, мы должны сказать, здесь она сглаживает за собаку, а теперь затащить, вот, ну, сколько протащить-то, наполовину далеки, 100 евро, евро, умножь на 50, понимать, что это цена такая есть, выбирать не приходится, могли бы другие, она расположена уже к нам, та шведка-то, которая продает, вы с кем-то договоритесь, что вы затащили-то, машина тяжелая, не возьмут рековые машины, найдут рековые, а флорашки, на самом деле, разговаривают, затащили, в ночь 14 часов, в губы и в море, сколько размышлений, молитв, теперь мы уже начинаем в краешек, за полок заглядывать, что нам Бог там приготовил, вот мы выходим, беседуем, берем занятость, и в это время русские люди вокруг накапливаются, и с ними мы уже разговариваем о Боге, даем каждый протягивать руку, дай нам визитку, выйти в интернат, это огромные склады на наши зайти, теперь уже мы маленько где-то видим, здесь уже созвонились с этим парализованным, в котором Сергей лежит у, парализованным, и он все помогает, связывается с этим Булкиным, Дмитрием, Калининград, а его нет, он в Испанию, уехал, связались, он говорит, беру на себя, и начинает он работать, найти человека, который Калининград будет нам заниматься, который наймет эвакуатор, который пришьет его в плейпеду, в плитбух, это все они должны делать завтра, сейчас они это сделали, утром мы приезжаем, уже эвакуатор там, нас тащили опять, и дальше, в Волоков, 200 километров по Волокут, и там еще чудовов показывает, совершенно незнакомый, никогда мы там не были, вплоть до начальника этого сервиса, они там огромные машины, продают все, и они занимаются нами, и в течение одних суток нас вытолкнули, я даже не думал, что так будет, ну, вытолкнули, да вытолкнули нас, мы дальше, даже идти, теперь мы идем по всей Прибалтике, останавливаемся, в месте, где я обратился к Богу, город Венскулс, это ролики будут, вы посмотрите, вы не сможете смотреть без слез, нельзя, я там на то место пришел, я там много плакал, там изменилась моя жизнь, от смерти в жизнь переход был, пятьдесят годов назад, там я нашел Христос, там дома нет, там такое, мы нашли тот и молитвенный дом, у Баптиста, я первый раз услышал, заглянул, где показали, куда пройти, получили, я и в армию, далее, Эстония, а в Эстонии, тоже никого нету, мы связались, и мы на Никитом Херсонке, ему наставить книги надо, оставить для Остла, которое пропустили, и до Стокгольма, а у него прихожанка дочь, а ее мама живет здесь, они дают адрес, главный выезд, купили новый навигатор, хороший, зарядили всю Европу, только поехали, полчаса он сгорел, но Старый маленько показывал, благодаря ему мы все это нашли, и там оставляем все свои книги, я никому столько не оставлял, два девушки, никогда не давал, как и будем уникать, и я очень захотел, чтобы он познакомился с вашим батюшком, говорю, есть такой завещательный человек в Москве, видео он есть, написал, а он в ответ дает, а мы с отцом Кириллом, и говорим, знакомый, что это у вас, кто познакомил их, вот так, а отец Кирилл, я говорю, что это не, может быть, тогда он его подругим именем был, может не было, и он поменял, но может быть, вы его знаете, каким-то Александром Сергеевичем, откуда я знаю, ну дальше, мы можем оставить телефон, и вы с ним свяжетесь, обязательно, и вот Никита, он как раз и готовил встречи, две встречи, где переезжать, самое удивительное, большая подготовка встречи была в Лондоне, и в Хельсинке, его бескрешни не состоялись, но везде, для них мы оставили, во Франции с новой душой познакомились, на Светлану похожа, Жанна, русская, исправник была, и какое она деятельное участие приняла бы, столько такая же, девушка, она белорусская, а отец, мать белорусская, отец француз, и она учится в третьем курсе биологии, и она, там, взялась тоже помогать, и очень понравилась, такая активная, 23 года, и там мы все оставили уже для Англии, Англия приедет, и кому же другие отдать, оставили для Шонгландии, для Ирландии, это материалы, это большое, большое богатство, мы для этого и ехали, с отцом побеседовали, она позвонила, священник приехал, француз, православный, ну и поговорили, там подарили, что мы, не расставались, так везде, мы дарили, дарили, это новый завет, трехдонник, и на 100, ухоженник рус, для ориентирующих, понятно, вот все это вместе, 100 евро, там 100 евро, 100 евро, 100 евро, везде так дарили, мы оставили очень глубокий след, ну а тут уже Эстония на выходе, на выходе еще один раз, столкнули нас, прошли все таможни, уже русскую прошу, печать подставили, и там сидит, она на крюченке в очках, уперлась, нет, а почему нет, оказывается, какой-то закон, вот она лежит здесь, она дала, я не рассмотрела, это подпись Владимира Путина, что ввозимые животные, они должны там проходить, витеринады, там что-то как-то, ввозимые, а я возвращаюсь домой, это к делу совершенно не относится, нигде в Европе даже собаки не прикоснулись, у нас ветеринарные международные, у него щит, прививки, все у него есть, она не слышит ничего, потом, если бы я знал, что написано, я бы просто вышел, взял собаку за поводок и пошел в Россию, я уже в Россию назовусь, а у них ничего нет, их пропустили бы, а они толкают на любую таможню, таможню, которую не найдешь, ее имя, где находится местность, неизвестная, навигатор не берет, здесь спрашивают, кто в одном направлении ехать на другом, но Бог провел, благодаря милости своей и опытности жалью, и мы вышли, наконец мы в Россию, 800 километров, наверное, прошли уже, пока, в Калужской области, у нас там Сталка там были, и вчера еще звонят, какая-то там, сегодня они еще звонили, калайк какая-то, организация, Сергею к этому, ну, по телевизору, по телевизору поставили, парализованного, а он на меня спрашивает, что вы с ним познакомитесь, не обо мне напишите, а если это о нем, ну, он спрашивает, где будете, мы ей говорим, рано утром уводим, уводим на муру, с паренцем улы, нам необходимо верхние края все посетить и дать, а брат в это время, шапион, Николай, он поехал там, полез на машину, и опять нашел там, передачу скоростей, там и ладно, это 45 тысяч, не возьмешь, она подругая маленькая, потому что там, наши называют, полуприводная, и прочее, их вообще нет, но редкая такая, вот теперь мы думаем, что делать, ехать, как будто, теперь самый кратчайший путь, брат, ремонтируй как угодно, делай как угодно, но мы должны дойти до дома, в дороге, когда узнали, что такое дело, интересно, одна всегда, она хорошая, и говорит, ну, обратитесь, братья, что купили вам машину, ну, если за рубежом, то чтобы там, ремонтировать, и на марку, но наша машина хороша, тем, что и передняя, задняя ведущая, любые грязины вылазят, второе, она берет в общей сложности, 900 килограмм, 7 человек, то есть, надо все, чтобы это совпало, кто именно в марке такой, и вдруг наши православные говорят, вы машина-то это, что я же себе занят, уже сбор денег начали, по интернету, для вас, уже 34 тысячи поступило, 34, мне даже смешно, и на марку, это, наверное, больше стоит, но, если уже начали с двух сторон, в этом направлении показывать, видимо, так будет, я говорю, машину бросить, никак, мы должны найти, резко поворачивать, завтра мы уходим на дороге, это все вынужденное, не по приходи человеческой, и поэтому мы, куда-то, в Косиневку, тут отец Сергий, когда паспорт больше раз оплатил, все, и мы ему придадали, 4 деньги остальные, сейчас для веции, батюшка отдался, ну, остались живы, мы довольны, что хотели, практически все было выполнено, груз здесь до конца мы отдали, посетили, ну, а дальше уже как губ, груз остался там у нас, мы вчера уже его запаковали, по 21, по 22, разогляры, каждый из разогляров, по 36 книг, но все осталось закрыто, большой коктейлер, видимо, 16 метров его длина, или 12, кто поедет, когда, меньше, на следующий год, хозяин не торопит, и мы выехали, и вот мы здесь. Ну что ж, у нас действительно трудности, надо думать, что они должны были быть, вспоминаются слова преподобного права Терапея, если не было искушения, до доброго дела, или после, Бог вам не угодно, у вас были обильные, обильные, просто страшные искушения, просто выходи из машины, бросай, езжай, никакому ремонту не подлежи, с места не двигаются, мастера показывают, руки на перекрёте все, полностью сдохло, ничего не сделать, но его подняли, и который Голкин, он взял все расходы за его опатора, которые 10 км тащили, и за ремонт все, ни копейки с нас не взяли, с которым мы встречались ни разу, Димитрий Звадьев, а это будет Лим Харай. Мы вот аналогично пережили трудности, когда приступали к запуску одного храма в деревне, на 2 августа намечено, его открытие, декилесторного праздника, тоже много искушений, как свет подвести, как рабочего доставить, и так далее, и так далее. Ну, все, принадлежность Божия урегулировалась. Пожалуйста, вопросы, Инатия Филиппиновича. Светлана, есть вопросы? Нет, я просто хочу сказать, Инатий Филиппович, правильно, да? Инатий Филиппович. Погромче говорит. Вы очень интересный собеседник, вы насколько подробно все рассказали о вашем путешествии, о ваших препятствиях, как сказать. Но Господь управил все. И вы с Божьей помощью возвратились. Мы дома, в России. Я хотелась упасть и землю поцеловать. Я бы всем мог сказать, не торопитесь, о чем батюшка говорил, не торопитесь. Мы, вот что читалось, мы не нужны там никому. Но мы-то с молитвой, мы везде открыто молились, стояли, руки простирали. К нам другое отношение было, они вот так стояли и смотрели. И сказать, а где большая какая вера, мы нигде не увидели. Я вновь верю. Что именно вы хотели вернуться? Переживания были, даже не выскажешь. Для меня, то, что вот когда мы стояли с двух сторон, одни сосны, и мы никому не нужны, и с дороги не изменился, не вызвали, совершенно покинули, хоть год, два, стой. Вообще ничего друге нету. Это для меня памятное. Детей в лес езжали с двух сторон, у меня все время ассоциируется с этим местом, и я из этого уже никогда не выйду. Когда мы были в Беслане, где детей это расстреляли, и там, и, блядь, видите, женщина одна приятного такого вида, видно строгие такие, ну, тонкие, и черты лица, и видно, что она была красивая. И вот столько у нее печали, застывшая, она никогда из этого уже не выйдет. Она пережила потерю, потерю детей, и сама там была с ними. И вот здесь мы были, и братьям говорят, да вроде никак, они не осознали до конца. Я говорю, дело за этим стоит, не я, не машина, дело, которое никому Бог не доверил, только нам, пронести, возвестить истину о Христе, показать, что православие, это забытое, но живое веру, это не обряд. Православие, это красота, это ценность, это целомудрие, это любовь. Люди ничего о православии этого не знают. Знают, пришел, слишком поставил, и все. Мы здесь увидели, под угрозой, все делаем, по крайней мере, я это увидел. И поэтому, отойду в лес, а где-то с машины, где-то я упадил неоднократно, буду туда, сюда, везде поплачу, помолюсь, и опять вперед. Да, Светлана просвечилась, может, я думала ваши последние слова, что никому мы не нужны за границей, они спешили уезжать, наутберинка из Луганска. Да, я слышал. Да, великое дело, Бог доверил, но мы по России не начали даже работать, мы должны были посетить примерно 110 городов и районных центров. Но от нас это не зависело. Я сказал, брат, через тебя Бог сказал это. Он говорит, машины не может идти, и я сразу это принял. Мы молились об этом. Это Господь через тебя сказал, только не печалься. Ему, конечно, печально, что он не до конца довел это дело, и он больше ничего не мог сделать. При его в этом большом товаре это горнобойщик, вы знаете, но мы восславили Господа, сразу благодарим. Мы ехали, благодарим. Мы непрерывно дороги полились. Ирина. Спасибо за рассказ. То есть, как будто сама с вами проехала. Удивительно, удивительно. И что удивительно, столько чудес, помимо всех мук, столько чудес, просто по-хорошему заняты. И дай Бог здоровья всем людям, которые вам помогали, чтобы и время они пришли, и чтобы все у них было хорошо. Помоги вам, Господи. Внешне, что мы видели, мы это отдельно где-то скажем. Мне хочется людям рассказать о нашем любящем Христе. как Он любит Свое творение. Никогда не умолкайте на звещатом гибридных делах Божьих. И Бог еще раз показал. Я это знаю, 52 года. Мне Бог все время потрясает. Жало вплоть сатаны. Ибо в небыще проявляется сила Божия после Павла Пешки-Пелеписи. И мы это увидели снова. Вот дорога. Я все время считал книга, воспоминания книга 4-я и губен Кирилл Сахаров. Я вам показал, когда... Ну, просто трудно найти место, я не подчеркиваю. Но у меня вся стишина в следующей странице, два москвитных, где... Ну, я не знаю, есть ли такая возможность. Я один момент хотел просто початку про них. Говорят, ну, как же так, в центре Москвы отец Кирилл Сахаров так он себя смело ведет. И в него и проповедь в храме сказать можно. И перед народом так открытое. Я ему говорю, сегодня мы поговорили. Я не могу ему подыгрывать или что-то. Я должен сказать открыто, как есть. Я говорю, есть такой романат. Роман поет. Матюшин, и вы очень похожи. Кто на болоте стоит, а вы на берсеневке. Но выхода вы не можете показать. Ни один не договаривает. И не договаривает. Причина одна не знает, или причина наполовину боится. Допустим, момент крещения. Мы здесь с батюшкой абсолютно проигрываем. Но мой материал крещения и у охраны с собой очень сильный. Почему? Он за полное погружение. Но он не говорит, что... Не говорит, а это необходимо сказать. Вот это бочение от Бога это не крещение, это пропанация и обман. Вот тогда его здесь не будет больше. он должен только чтобы не крещённый. И бископ не крещённый должен полностью крестить или второй. Я об этом говорю открыто. Он не может он ощущать это смертельное яму. Он мне покатился, дальше это дело. Это в этом мире. Мне вымерять не приходится. За мной ничего нет. Я отмечу. Я сейчас отошёл, ничего нет. За немного он думает. Такой храм, который не принял аноним, даёт пример другие мужественное состояние. А ну, как я до конца скажу где-то. Он нигде как Кураев, тем более про Осипова, Бритова из-за авганского где-то разговаривать даже не буду. Они никогда не тронут вышестоящего. Вот Андрей Кураев потом увидел. Он говорит, Игнать, ему наплевать, что там думают и говорят. А мне не наплевать, потому что Игнать это каноны Библии. Он говорит, оттуда берём. А мне нет. Я всегда думаю, когда говорю, он о себе Андрей Кураев говорит, что подумают такие, что скажут мои епископы. Вот в этом разница. Я должен сто процентов быть преданным тому, что говорит Дух Святой. Дух Святой говорит так, иди, и скажи, и немалодуши, иначе я поражу тебя. Да, Господи, почему я? Я молод. Иди, Господи, я поражу, убью тебя, если ты не будешь говорить. Книга про Корею, с Богом не шутил. Вот книга Искришка, она сделала столицы. К ней приходят и говорят, иди, скажи царю, не до того ли ты стала столицей, чтобы спасти народ родной, Бога избранный Израилем. Если ты не пойдёшь, Бог даст помощь с другой стороны, а ты Новосаду его похиметь, и не просто даст, но и скрипит тебя. Вот это я отношу к священникам и всем. Перешерпить эту линию, где Дух Господень, там свобода. Вы талантливы, батюшки настоящие писатели, но везде не договор. Прямо буквально в каждом месте. Вот эта забота о России, она встанет, Россия покончена. Почему вы говорите, кто вас поставил, чтобы Россию спасать прежнее величие, это блеф. Это не будет. Уходили империи, читайте книгу Третью езду, орел, человеческий голос, крылья, подкрылья, перья, и каждый перрон определенное время он ставит и дальше спитается. Это назначено. У Персидской империи тоже были защитники-патриоты. Но давайте за него ракут. перед греческая прошла империя Александра Макитонска и нет этого. Со старой империи Россия покончена. И главная вина, я уже сегодня сказал, вы виноваты. Вы терпели это все, соля не обещали. И довели до того, что весь народ взялся на оружие. Надо было раньше пойти в народ. Сейчас панархиически общество казахи это игра идет. Богу это не нужно. И мы даже смолочно стадить голову. Кому под смерть и на смерть. Кому плен и не плен. Так заканчивается книга Откровения Яна Богословна. Мы должны принять это как данность. Неужели не надо? Многое надо, но Бог спросит себя на суде только твое. Яна взрослась спрашивает, что важнее? Нищета собралась покормить ее? Или храм запрошенный кресты поклон оставит как сегодня Господь Яна взрослась и то, на суде Божий спросится. храм Бог не спрашивает. Украшал ты или нет? Он спросит украшил ли ты голодную утробу. Увидел на слезинку ребенка, о чем Настаевский говорит, который целая сирена стоит. Увидел вот эта жестокость, безжалостность. Мы идем со священником по улице и он задает вопрос. Я вот задумался, почему Бог так Христос вывел, что безраненный, лежал, священник прошел мимо? Почему он не сказал, что пришел печник или сторож или пастух? Почему самим безжалостным безразличным Иисус в притче вывел именно священника? Немножко что-то человеческое осталось в диаконе. Левик подошел и посмотрел. Священник даже посмотрел утробники где-то надо поспешить. Почему? Я отвечаю, Господь берет картины того, что есть. Они были такие и остаются. Тогда выступал на тысячелетие крещения Руси Хризостол, теперь литовский митрополит. Посмотри, как живут священники. Какие дома? И обязательно зеленый красный забор выкрашенник. Он знал, о чем говорил. Бедность Христова смущает людей. Когда в бедности мы полностью поручаем себя кубом, мы не знаем людей, неудобно просить. А я батюшке смотрю, поесть бы корышку какую-нибудь, как Морозова говорила, корышку хотя бы одну. У нас ничего нет, у нас сухарей, но какие-то сухопрукты, жевая неудобно, но приходится перешагнуть. Одно время я начальник лагеря просил в организацию. Ну и неудобно, потому что люди просят, кто куда тратят. И я эти слова сказал, а заместитель администрации района, и она меня как напустилась, крепкая такая женщина, вы что делаете? А что я делаю? Какое греки право, какое-то смущение? Вы до себя просите? Да нет, детский лагеря, что больше никогда не слышала. Берет телефон, название, так, две пряди масла дать ему, следующий, так, холодильник дайте какой-то дайте. Вот и смущение от истины человеческой и приходится пережатнуть. Мы просили, мол, я подходил к начальникам, они не попадают в парус и остаются в главе. Мы верующие. Мы такое дело делаем. Переводчиков какого-то найдите, кто-то находится в переводе. Мы для Бога это делаем. У нас главный лотунг, Россия должна стать, такое духовное. А будет ли она такой? Бог его знает, но я должен даже отстроить и некому жить. Готовое, брошенное, стоя в деревне, вообще ничего нет, как будто сегодня поднялись, вышли, окна целые, все целое, на почту заходи, подправлять телеграмму, разбросанные планки лежат. С Россией покончено, и мы даже так и смотрели. А вот Татарстан, батюшка пишет, теперь, если вас там столько перерубят Россию пополам, тебе кто дал право рассуждать об этом? Зачем ты об этом говоришь? Душа должна быть для Бога пополам или пополам России, у Бога и не вы, и не, и не, сирена не на России держится, а на любви на промысле Божьем. Вот последнего слова, вот батюшка настолько красочно написано, я не написал, у него такие сверения в этой книге, даты, основания, для спасения ничего этого не надо, ну а муж вообще нужно, но для спасения не потребуется, для спасения потребуется моя любовь ко Христу, возможность перешагнуть все преграды, допустим потерям найти и снова возвысить. Это не критику на вашу, я подчеркнул, я батюшку просто люблю, а живых не говорят, а я даже сказал, Господи, молитву Моста нашего Кирилла, спаси нас, выведи из этого тесного ущелья, куда загнал нас в брак, или Бог говорит, мои пути не ваши пути, мы не знаем, повеление Божьего выполняет кто-то. У меня брат священник, я прошу его молитву нас очень много молились, и он еще ближе нас приблизил Господи. Я только брату говорю, он печалится, он же калайдей наверное не ел, брат наш шапел, я говорю, ты не печалься, это от Бога, от Бога, через тебя Бог заговорил и повернул нас сюда. Не надо убивать себя эти, мы в любой обстановке должны быть благодатные и радостные. Павел говорит, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Спасибо, Христос. Меня интересует, что вы тут про меня разговаривали. Ну вот я спрашиваю так же, как когда спрашивал, после того, как засчитывал какие-то выдержки из ваших выступлений. Хотя бы несколько. Ну вот Светлану попросим. Как готовитесь Инатий Тихоновичу? Я хочу начать немножко удешения сказать Инатию Тихоновичу. Читая Святых Апостолов, мы видели, когда они направлялись в то или иное место, вот думая, что они поплывут туда проповедовать Слово Божие, но ветер попутно не сопутствовал им. И они были носимы в противоположную сторону. Это же в приятнях апостолов везде описано. То есть собираясь плыть в одно место, они попадали в другое промыслом Божий. Здесь, наверное, тоже естественно не без этого. Намечает человек одно, Господь управляет другое. Точно так и Божья Матерь, когда плыла в одно место, попала на Афон. Это действительно такие апостольские тропы. И говорили, честно говоря, по-моему, мнения были разные. Знаете, однозначно тоже нельзя сказать, сколько людей, столько мнений. Я думаю, сколько на Земле людей, столько бывает. Вот сам говоришь одно, а тебя понимают совершенно противоположные, сколько я с этим сама даже сталкивалась. А тем более, допустим, когда трактуешь слово Господне, здесь вообще каждый по-разному понимает. И вы знаете, когда если кого-то обличаешь, это уже совершенно другое. Здесь уже какие-то взятые взгляды и отношения. Здесь совершенно уже по-другому трактуется, чтобы человек не говорил, но все равно призма уже немного другая. Ну знаете, как и иначе, я думаю, придет время и обычно прожитый путь человека, он может быть, знаете, как больше и не бывает пророка своем отечестве и не бывает при жизни человека адекватной на верно оценке. В общем-то я думаю, что время рассудит и время покажет. и они не должны быть однозначны. Это должно всегда как говорится в споре и в каких-то диспутах рождается истина, и она высвечивается, она взвешивается, она просеивается. И это наверное самое главное, чтобы люди... Ну самое главное это вот ваше стремление к кресту, ваша жажда, которой в общем-то в нас нет. И Господь дал вас наверное немножко разбудить нас, это самое главное. Потому что заснули, заснули, так вот болото затянулось и самое главное, чтобы пришел тот, кто в общем-то немножко расшевелит. Потому что думаешь, что течешь по течению, все нормально, а в общем-то взгляд со стороны можно. Приспить. Шевелите вас. Шевелите. Я был знаком с этим близко Дмитрием Бруско, очень близко с Батюшкой. Ну основное так, приходит только автограмм взять, немного за сполами сидят. Ну, он дал мне однажды один раз сказать слово. Это у меня в книге описано. Вот я просто восстановлю, как это было. Некоторые его уже может не захватили. Когда он был еще не только на слуху, он самый популярный, он много популярнее Александра Медия даже был, что не говорят о Белик-Неподин. В свое время. Он дал слово. Я помню, как сейчас говорил я о любви к Богу, любви к Слову Божию. обстановка была за столом у него, это редко бывает так. Я не люблю среди когда едят, здесь внимательнее были, слушатели. Я еще не закончил, уже под столом мне стали записки подавать, где можно отдельно встретиться. отец Дмитрий говорит, когда он прослушал и говорит, что вы сделали? Я столько лет собирал людей и показал вот так вот ледокол идет, а вы меня разделили, он понял сразу, что я ничего другого не говорил. О любви Божии я ее испытал, испытал в такой полноте, что человеческий организм содрогается, боясь не выдержит. Я люблю Господа, на этом все основаны где-то. И он в конце, видимо, это пульмар сказал, вот я гляжу вас и расширить, все-таки вызову ее Игнатия из Баррона-то. И расстревожу вас здесь всех. Вот он дал мне первую эпитерию, которую я выдержал, но с трудом. Сказал, вставать ли позже не раньше шести, а я в четыре сторона всталю. И второе, когда говорите из Гибрии что-то, не называйте место Писания. Верно это так странно было, потому что эпитерия была на одном месяце, я лежал в горзобучке в постели, ну, лучше когда молиться, но я выдержал это все. Эпитерия и все остальное должно быть Слово Божие. Иначе не просто акт человеческого стуи мудрее, мудрости и боязни самого себя, чтобы оторвать от себя. Вот с чем это связано? Все должно состояться с Священным Писанием. У меня книги так называются «Воследие Библии». А мы, мы не ездить, могли не ездить. Но появление Божи было четкое. А видения были, видения было Павла, я его взял в себе. Приди к нам и помоги нам. Вот его славяк. Мы должны явиться, мы должны были рассказать. Так они это знали. Знали, да не так, собирались сектанты, разные харизматы, вот были в Греции, и им нужно было показать. Не несчастное исцеление, которое твоя дочь исцелела, а исцеление миллионов душ, которое связано с нашим Господом. А мы не где-то в церкви. Побоминание о церкви, это не просто церковь, а именно церковь, основанная Христом, а допустят их в рюме. Вот мы говорим, что дружи, я попал как? Едем дорогу, а навигатор вывел как раз в храм, а там крестик мой, еврей, в моем доме обратился, батюшка, отец науки. И он знает отца Кирилла, хорошо, он прям тоже сразу меня выставил на хлопку, тоже. Я их сравниваю в этом вопросе, такие смелые батюшки. И что интересно, точно так же, как в этом в Лиссабоне, в Португале, когда люди едут, мы немножко соберем что-то, я не знаю, тарелку поставим уже 250 евро на курсию. А это, у нас воды нету, хлеба нету. И вот выходят такие сумки большие тащат. Когда они купили-то? Или они с собой принесли, как и в кабину к нам и выехали, тут же сразу пообедали, там эти лаваши там, наталкали. Только, чего только нету. Какие добрые люди. И все-таки много, это зависит от общины. Это не так, что отбыли, встали, до свидания и разошлись. Это община. У вас община. Где бы я ни говорил, говорят, ну, я бы видел общину. Вот Са Кириллов, Са Рума. Это определенно-то община, это люди, которые остаются, не разбегаются, можно кому-то поручить, что-то сделать. И вот здесь, мы в Грузии, наверное, как перед входом в Турцию, мы еще раз окунулись в благодатность созданной общины. Когда люди едины, со всех сторон, там свои платы в карман дают, пока эти наши территории заплатить. Это надо видеть. Какие радостные лица людей, жаждущих помочь. И все молятся. Вот я вон там я постоянно молюсь о вас. Мы могли ездить, говорю, могли. Но как я перед Богом буду, когда я на молитве проверяю себя, и мне Бог повелевает через слово свое, иди. Да, пошли вместе, и Павел, говорит, не допустил, другой, Василий, не допустил, и вдруг является во сне макиноменом. Видение направлено на проповедь. А не так, что бедея Япония явилась тут на настырь. Таких бедея не было никогда. Если они не такие были, то это совершенно не евангельские. Никак. Ивангельские идеи все на едином направлен к проповеди. А проповедь это спасение ближнего, который ничего не знает о Христе. Возьмите Татарстан. Батюшка правильно сказал. Но Батюшка дальше не договаривает. Татарстан. Мусульманник перерубит Россию. И все, Батюшка, на этом закончил. Он посетал, поэтому нам надувать там кто-нибудь будет. Он все правильно расслуживает, как у вас это читали. Но без анализа. А что он должен был? Дальше он должен был написать. Мухаммад умер в 632 году на Багабетах. Шесть столетий проспали, как Андрей Кураев пишет. Не поспали ни одного Кирилла Мефония. Они через шесть столетий пришли и образовали Татарстан. А там разные, которые мало это только обратились. Проспали, батюшки, промонастырили, промонашивались. А теперь хватились, откуда. и отрубят, и Россия будет пополам разрублена. Никакой тут шарит, никто не поможет. Это Бог делает так. Мы должны ответить за всех этих ярмолов. На нас все это сыграет. И мы заранее должны настроиться. Так они нас порежут. Пыль держат. А что нужно сделать? Андрей Страдинат. 2800, бой у нас, отличность, на них головы и потекаем, как лисы были. Они взошли на небо. Мы должны меня научить болеть и умирать. Не о какой Великой России вечно вести, а сказать, да, мы все сделали и так. Татаскан, это православный был. Два миллиарда мусульман были бы православными, если бы не сидели по монастырям. Это все монастырский дух. Самое сильное закуприли, а это, как у Побови, 11 тысяч монахов. А 11 тысяч проповедников в одном монастыре. А были монастыри по 50 тысяч. Вы вдумайтесь, это армия. И ни один не проповедник, ни один, а только, главное, послушание дороже поста и молитвы. Вы слышали такое выражение? Это сатаны. Почему? Пост и молитвы это оружие против дьявола. Господь, говоришь, что постой молитвы, а сатана выше этого, что ты имеешь в виду. А то он боится поста и молитвы, послушание это место в суду. Эти слова явно Христом сказаны. Оружие после молитвы. И выше этого ничего нет. Это единственное оружие на сатану. А послушание? Какое послушание? Я рассказываю из монастырских уставов, как они пробуют. Представьте, вы матери кто-то. На себя прикиньте, уставе прямо написано. Стучись там к лету, пришел, жена умера, пришел свинишка, семь лет, пять лет ему. Первый вопрос. А ты от сына отказываешься? То есть у него ничего нет у меня, кроме свинишки, привел его. Но он голодный. Тебя спрашивают, от сына отказываешься? Да. Так. Больше к нему не прикасайся. Как его звать? Ваня. Не называй его по имени больше. Он заходит. А что умеешь делать? Сапоги шить. И вы теперь начинаете его испытывать. Его не кормят пацанек. Он на хорост ставил весь. Посинел. Он не может понять. Папа. А ему сказали, щени сапоги на улице и вышел. Он подошел к маме и искачет. Он глаз не поднимает на него. Ребенок понять не может. Любящий отец. Почему он взялся хуже с 2 минуты? Он в монастырь попал. Загородные хищные монахи сделали его таким безжалостным. А на стоянке в окно смотрят. Как поведут себя. Никак не реагируют. Не реагируют и все. Тогда мы к нему приступаем. Сын твой кричит здесь. Не дает спать монахам. Возьми его в Ахак. Он на берегу реки бросил его и бур. И он его хватает и бежит к реке. Никто его не останавливает. Смотрит, что будет. Бурные река. Он бросает его в воду. Это монастырь. Это показывает пример. Но дальше они сделали. сеть, его поймали, вытащили. Ну вот эти сказки мы считали. И сразу говорят, да, это можно настоятельно ставить. То есть безжалостный маньяк садист пойдет в монастырь. И это все. Все это выставы смонтировали как образец. Каким надо будет. Выше поставили молитвы. А где любовь? Где любовь к сыну? И как ты можешь любовью иметь, когда чар, чрева твоего, утро твоей и ты. Ну а это мы сами как написаны. Друз, собирается и тоже мы сами показываем. Вот они себя два. У тебя ученики то есть. А у меня есть один. А у меня есть примерный, послушный. А какой? Хочешь что выполнить? Главное послушание. И показывает, камень стоит, ну камень, основание половина храма. Он говорит, а сын, видит, приходи сюда камень. Ну камень, которому две тысячи тонн. Он не спрашивает, он его упирается, потеет, бьется, а они сидят двое смотрят. Ну как? Другой бы сказал, придурок, да у душе заварить надо. Нет, это настоящий монах растет. И он только пыль с подмога летит, как ударит. Он не свернул его. Так, Арсений, достаточно, иди сюда. И думал, что камень изглянется. Я не думал, зачем он стоит и сказал. Ама знает. Ама знает. Дает сухую порастил бы и показывать, воткни ее здесь. А поливать будешь за 4 километра и поливать каждый день, несмотря на погоду на болезни. Пока не даст плоды. Еще он отдаст. Три года, и он наблюдает за ним. Подходит, и так растет, нет, не знаю, как вам угодно будет. Он поднадушился, она уже сгнила, так надо тащить, она выпала. Ну ладно, хорошо. Три года жизни пропали. И он каждый день километр драмат, когда я посчитал по 15 километров с ведром туда-сюда. Это нужно. Это правило, это монастырьский устав у Венегипта, бассейн и великол. Посчитайте для труса. У меня в книгах это все отображено. Надо и теперь ищет Татахстан перерубить. А вы его перерубили. Вы не пошли проповедовать, там были бы православные люди. Монастыри нужны. Я за монастыри. Я за монашество. Но такое, которое готовит проповедников, которое старых, допаивает, докармливает то, что Господь заповедовал. Напаили, накармливали. А вот остальное не отблогое. Господь говорит, я вас не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. Вот это я просчитал в 62-м году, я понял, раз по нему судить, все остальные законы не имеют никакого значения. Зачем мне знать правила Китая, когда должен на русской территории ехать? Я здесь должен знать. И все с этим сравнивают. Нравится, не нравится вам, батюшке, меня это абсолютно не касается. Я провозил всех правды Божьей. Я до этого приехал, я обязан. Бог показал мне, не скажешь, я поражу тебя. Любят, вас я должен это сказать. Мы все должны сравнивать со Словом Божьим. А не так. А вот так принято, вот он здесь. Это ваше дело. Я хочу сказать, что вот с таром, наверное, вовязь, вернее, и в мире жительности не угодно Господу. И у вас как раз это, наверное, отсутствует. Потому что мы такое преодолели это дело, и Господь дал вам его исполнить. А насчет послушаний, все-таки у нас, Батя, когда их послушание по мере сил наших, по крайней мере, я себе имею в виду, что я могу то и делать, так бы, что мне сказал. А спасибо Господи. Не выше поста и молитвы, я об этом говорю. И послушание должно быть разумное по Слову Божьим, а не просто самоприхоти. Он добился этого положения и умер, теперь буду толкать куда не надо. Он ответит за каждый ваш шаг. Вы за него молитесь, потому что Серафим Саровский три дня его никто не просил, и три ночи молился только не о царе, а о свеществах архивея. Три дня простирался перед ним. Можно сказать, жизнь выходила, он видел это. И Бог наконец-то заговорил, я не знаю как, в шуме или репет или как, и Бог ответил, дальше прямая речь, не пощажу и не помилу. Ну что, спорят будем? Не пощажу священников, как будто ни одного спасенного нет. И причина какая? Вам стали человеческими заменили истину Божью. Это где? Третий том книги «Священнослужители», шестом первой страницы. по благословению патриарха Пимена выпущены. Батюшка, так? Да, да, есть такое. Вот так. Поэтому за него надо особо молиться, его особо надо поддерживать, чтобы он не уклонился налево, он не право своей прихотью. Что еще? Ну, я вот за себя скажу, что когда я отстаиваю на выполнении какого-то поручения, ну, видит Бог, что но это же не прихоть. А я знаю по опыту, что если создать рецидент вне выполнения каких-то поручений, значит, начинается рецидентная реакция развал. Поэтому я все-таки настаиваю на выполнении поручений, но с договоркой на мере возможности. Последний пример могу привести с сегодняшнего дня. сегодня с первого числа была намечена сдача послушания огородника первого числа послушницы Елизаветы вам знакомой. Когда я сказал, что первого числа нужно будет устранить все диностатки и огород довести до кондиции более-менее личное состояние, это было неделю три назад, она сразу стала стонать, охать, ахать. И я понял, с таким же успехом я бы сказал, ну хорошо, не первого числа, а через десять лет. И то же самое было бы оханье и аханье. Понимаете? Дальше. Зашло время проверки. Проверяла послушница на дворе, по-моему, поручения. Написала мне истинно, что в идеальном состоянии огород только три участка недокоплены. Ну, да, значит, ну вот, некая неполнота, незавершенность. Я говорю, Елизаветия, жду записку от вас, что вы это устранили, насколько смогли, там, по времени и так. Опять она, значит, заохала, заахала. Я говорю, ну, по мере возможности, хотя бы пять минут. Она спотела за голову, опустила голову и так далее. Я говорю, Елизавета, раз ли вы не помните, что я много раз говорил, это записано в обоих вне мусора, что все поручения без возрождения выполняются, но подразумевается после большой чертой по мере возможности. Например, объявлен трудовой час на каком-то участке. Ясно, что половина может сказать, плохо чувствую, спешить надо на другие дела, тогда никакие туда вычешения не будут возможны. Поэтому большая закатая сколько можешь. И поэтому сколько раз я значит говорил тем, кто отказывался, создавались конкретные ситуации, недоразумения. Я говорю, ну, было же сказано, что сколько можешь, пять, семь, десять минут и все, молодь, сейчас сделай, и без всяких претензий к тебе, ты сколько мог, то сколько сделал. Все. Ну, пока еще не до конца это дошло, вот, ну, вот, это не тот супер уровень послушания, который мы сказали. Я не думаю, что двигало этими игуменами какой-то прихоть, самочение, вот, не думаю, так, так же иной не движет никакая прихоть и самочение, но есть определенное хозяйство, есть определенный организм, который требует постоянного, неусыпного, ежедневного попечения, и все должны подставлять плечо мировых возможностей. Вот такая позиция. Батюшка, я как раз имел в виду не это, а послушание, которое говорите, оно и должно выполняться, иначе вообще жизнь разваливается. А к тому, что, ну, ты возьми ребенка, это издевательство и прочее, так на первом месте любовь. А тут, значит, еще лучше имел в виду послушания. Она не выполняет это. Видите, батюшка, еще более любовь дает, а вот так-то сделаем. Наталья. Я всем благодарю и за степень, что приехал к нам. Он, конечно, для вас отбор, и хабон, конечно, для такой духовной. Поближе к себе держит. Да, я что-то еще хочу сказать. Ну, я с выбором духовного отца я считала, что нужно всячески проверить со всех сторон, ну, как бы, духовно понимать, живет ли он по Евангелию, по Слову Божию. И вот я по себе скажу, что отца Кирилла я очень долгое время шарахался от него, избегала. И потом какой-то момент, ну, просто каждый шаг, каждый день батюшка даже не читая Евангелие, он выполняет Евангельские и у меня просто открылось глаза, и тут уже безоговорочно я пошла к батюшке печатаю, исполняю его послушание. Но все равно примеры, великие примеры святых отцов я как бы немножечко с вами так у меня задела, я все равно согласна, что послушание может быть и не превыше молитвы, но послушание должно быть в первую очередь, а иначе как смиришь нашу гордыню. Вот этот внутренний голос от кого? От Бога ли? Вот я как бы потом вы говорите, что не будет такой державы российской. А наши святые отцы последние времена говорят, что будет? Будет Третья Рим, и все будут смотреть на Россию. Она не будет такой огромной, она не будет империей, но это будет Святая Русь с царем, не с императором, а с царем. Вот, и возродить. И уже сейчас смотрят на Россию. А вот западные страны, то, что мы по Европе ездили, но я, один священник знакомый говорит, я объехал весь мир, но как в России нигде не молятся, даже со всеми нашими сокращениями, наступлениями, молятся только Россия по-настоящему. Один в Париже священник был, они, как катаколики, говорят, ой, какие вы молодцы, православные, вы все сохранили, с первых времен, все сохранили, мы, в общем, рады за вас, мы обучили на вас, но, как вы, мы же не хотим, мы все равно филиотове, все равно эти католические все расступления, вот, то есть их не прошли, но они, может быть, действительно будут спасаться по по добрым делам, по расположению души, что Року Божию Игнатию когда-то они помогли, один, другой, третий, вот, ну, и мне кажется, что вот батюшкин тоже разъезды, это мое такое личное мнение, в каждом уголке страны мира молитвы, в первую очередь молитвы, и то, что вы попили, вот просто попили к Богу на колени, с воздетыми руками, со слезами, вот этот вот след, вот этот вот радиус вот этой молитвы, он там остался, он никуда не лежал, вот эта брешь в небо, вот она осталась, а книги ваши, не знаю, будут ли они читать, вот по опыту такой вот. Еще цитата вспомнилась из писания по-святки, что сын смелил себе даже до смерти, смерти за грешные, на пастушке угрюм отцов, даже, да, тем же и Бог его превознесе, дарова ему имя, бачуя всякого имени, да, о имени Иисусове, всякая колена поклонится, небесный, землетний, преисподний, и всякий язык исповесь, это Господь Иисус Христос, слава Богу Отцу, послушлив был, даже до смерти, смерти за крестом. исправление нашей воли, испорченной, как и одно из следствий великопадения, вот все-таки послушание исправляет нашу волю. для меня, вот, дорогое царь на это место, что у нас не всегда, ну, тут нет, как бы, истинной последней инстанции, каждый может высказаться, открыто, вот, как говорят у нас, широк, то есть, буквально чистосердечно, без утайки, да, свои мысли и свои какие-то, вот, спасибо вам, конечно, да, у вас есть очень хорошее такое качество, которое нам всем будет получить, это дерзновение, то есть, вот этого, вот этого, конечно, это, безусловно, это, безусловно, Божий дар, просить, то есть, дерзновения в наших делах, уметь их доводить до результата, до результата, понимаете, несмотря на препятствия, но вот, что меня так, как бы, кольнуло, и, вот, затело, как-то, мне это, ну, что, понимаете, вот, каждый народ, так же, как и каждый человек перед Богом, так же и каждый народ, он имеет свою миссию, и, вот, так оно, так оно, дано, как-то, и, вот, собственно говоря, вот у нашего народа, вот, то есть, это, оно определяется, как бы, таким, национальной идеей, да, вот эта национальная идея, у нас, она всегда была духовной, чем мы отличаемся от всех, то есть, ее можно выразить, действительно, святая Русь, и кем мы велики, то есть, не надо возрождать Россию великую, страшную, там, кем-то грозную, нет, надо возрождать святую Русь, и именно то, что сейчас делает, собственно говоря, и президент, и все, и то, что, вот, вот это, вот этим великаном сей, почему говорили, что в России будут спасаться, будут сюда, приезжайте с запада, спасаться тут, люди будут спасаться сюда, приезжайте, учиться у нас этому, то, что для них непостижимо, но они, все равно, каждая душа, она христианка, по-своему, она так создана Богом, и она чувствует здесь, как Серафим Роуз, он зашел в русский храм, это человек, который не знал языка, который написал на каком-то мандаринском наречии там свой докторат, и он почувствовал, что я здесь дома, понимаете, вот это есть, вот этот дух, вот этой святой Руси, он, ну как его не пытаются вытрогить, почему так сейчас ополчился весь мир именно на России, потому что он не вытрогим, это дух святой Руси, он у нас есть, его надо перечь, и его никогда не надо говорить, что мы нет, мы великая святая Русь, она есть у нас, в духе нашем, в наших генах, то, что люди, скажем, воспитанные в коммунистическое время, а не вдруг поднимался солдат, которого воспитывали в пионерах, комсомольцах, и он вспоминал, где-то на генном уровне, молитву, отче нашли, какую-то, и с этим шел на смерть, и с этим погибал, и крестился своей этой кровью, и вот это вот, вот эти вещи, понимаете, они, ну, это не просто так, это не есть что-то такое, вот, маловажное, с милостью Божией, тут, тут, на этой земле, понимаете, вы должны быть благодарны, и должны это осознать, в конце, что вот, ваша миссия, кстати, она была тоже, вы туда ехали, как представитель святой Руси, так вас воспринимали. Ну, а я готов, сейчас, в Борнке, от Никоновича, сейчас готовилась. Я, 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 сейчас скажу, да, я еще один момент хотела, что я просто, сейчас говорил, о искушении, вот, знаете, мы тут, собственно говоря, приняли такое, на Союзе Православных Братств, постановление общее, о признании Донецкой Республики, и Луганской Республики, да, признание их, вот, они, вот, они сейчас стоят, вот, они борются, вот, они сейчас на всю Россию, на всю Россию, на всю Россию, они так стоят, понимаете, вот, и, 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 и почему, сразу пошло искушение, потом, вновь, и, вот, и, батюшка, вечером, вот, это вот, что случилось, вот, такое вот, помелочало все, я думаю, что мы приняли, сделать и большое дело, и, потом, прям, сорвалась от того, да, то есть, вы говорите, что если что-то сделаешь доброе, большое, это обязательно должно быть искушение, вот, за теми записками, какое-то, в последнее время, мой, врач, один, где-то меня опекает, у него такой, подкож мистический, когда начинает, вот, места, значит, проблемные, допустим, массажировать, он говорит, что, явственное ощущение, пробоины, на мистическом уровне, признак какой физический, я обычно делаю массаж, это, размассажировали, допустим, там, астрахандроз, сердечные, какие-то спазмы, ну, нормально, все так, как-то более-менее, а у вас, через 10 минут, я начинаю потом изливаться, действительно, на меня пот, с него, капит, градом, это признак того, что, вот, явно, как будто, было, не просто, а, милангнистическую подоплеку, ваш, такое, так было, несколько раз, за последние, что-то хорошее, по-настоящему, сделали, так было, спасибо, все, давайте, получайте, сейчас, я сегодня, уже с батюшкой, говорил об этом, в общем, никогда, никакой, святой уси, не было, не было, при Василии Третьем, только это, первое слово, пришло, я, стихотворение, писал, вот, это стихотворение, вот, Николай Николаевич, положил на музыку, и играет, просто послушать надо, я по стихотворению расскажу, мы опостырили, от века и до ныне, прибавки, татары, и Чечне, на наши земли вожделения, зависть, облизываясь, смотрит, миллиард, весь мусульманский мир, там добровольцев, запись, у нас, отнязь, за счастье, каждый рад, о Боже, проповедников пришли, служили Богу, на родном, на русском, крещение духом, водное в крови, тернистый путь, и он уж очень узкий, тогда исполнить, верное нам, не Русь святая, а герои веры, в народы понесут, евангельский бальзам, от коммунистической, за нас, и химизм, вы коснулись, Луганск, о которой отделили себя, ни в одном государстве, ни по тех, от такого отделения, что было с Китаем, когда решила одна провинция, что было в Америке, когда решили это сделать, что было бы в Сарской России, когда решили поделиться, а теперь отделяются, нас провозглашают своими патронами, или мы их должны поддерживать, ни одно государство, никогда не поддержит, такой идеей, вспомните, я на муске нам, только намеху на то, что решила делить, какую-то провинцию, руками на плаву, а то и голова пойдет, поэтому одобрять то, что не одобрялось, никогда не в одном государстве, это порочно. Лукашенко, Александр, я как всегда в России, было бы, но отделение от государства, какого-то отдельного региона, это нехорошо. Он дальше продолжает эту речь, это, ну нельзя, войны стандартные, значит у них нехорошо, это хорошо, у нас. Надо вот смотреть, если у них хорошо, ты у нас сейчас, мы из Алтая решили, отделение от Монголии, потерпят это, а там смешают все, позавчарашено, и никогда этого не будет. Теперь говорите, на нас смотрят, так как будто здесь приедут спасаться, это миф, нигде нету, где русские люди, сегодня, мы ехали в Турцию, это тысячи километров, мы видели, эта страна, абсолютно не похожа на нас, и когда берешь, берешь в Руси, пойдет, уже сегодня как-то расстроили, вот это южная часть, идет в Турции, в Америке непонятно, но в Турции почему отходят, я увидел какие люди, как у меня работают, какие рисовые поля, как вот эта индустрия, туризм организованная, и где, вот в Германии едут, если русские есть, заранее объявление, мы туда больше никогда не приедем, более пахарно, страшно, нигде не ведут себя, пьяный показывает, ролики снятые, пьяный падает в бассейн, женщины, как будто бы, на каждый час нового мужика ей давали, какая Русь, вы просто не видели, мы едем в заброшенные деревни, страшно смотреть, и природа, такая красота, Бог дал, ни одному народу не давал таких просторов, одна шестая часть суши, и как погано с ней обошлись, с этой природой, озера, все загажено, километр, наверное, от трассы нельзя пройти, все загажено, это громадная свалка, и когда эта земля перейдет другим народам, они не один год будут освобождаться той проказой, которую мы посеяли, сюда никто не думает спасать, а нас как чумы боятся все, и так нужно смотреть, и вот в этом унищажении, мы должны пробиться к небу, и сказать, Господи, да, мы виновные отцы наши, мы не сохранили, ни подземные сокровища, ничего нас обборовывает, мы на 73-м месте по медицинскому обслуживанию, мы самые бедные, обноски немецких побежденных народов, носят на себе, ну, цех от Хэмпера, который присылает, какая Русь, что вы живете в выдуманном мире, Евангелие не знают, народ выходит из храма, мы решили испытать, давайте разобьемся на группы, 50 человек расспросят, а христиане они не могут рассказать, работают три, бабушки, все Наталья, я у них печь делаю, я говорю, а что за праздник для прошения, ни одна не может сказать, у них вместе набирается около 100 лет стажа, и ни разу ни одного слова настоятельно не сказал, они не могут довести праздник, это люди, которые в черных халатах при храмах убирают, это хорошие люди, добрые, но даже не идет, она попала к сектантам, ты четвертая, она сегодня ей куча, она приходит за Мангелие, почему батюшка наш не читал, и теперь с Мангелия она приведет их в другую сторону, не к православной, это все на попах лежит, вот ему делают, а ты, да, для чего ты поставил, ты должен духовно накормить их, чтобы каждая из вас была благоместница, ты только остановилась, как говорит об этом Григорьевич, спрашивает, а почему у тебя мясо, а рядка начинает отвечать, так, они уже забывают обо всем, они беседуют о Троице, все базары, все стояло на ногах, а то древняя наша вера, какая древняя, мы по древнему обряду привели от батюшка Веселия по щелке, то, что принесли нам греки, греки тысячу лет портили, и привезли это за основу, считается сегодня, так и надо говорить, да, действительно так, древнее в сравнении с древним, оно не древнее, древнее это апостольское, никакие храмы, а написано ежедневно, собирались по домам, и прищищались, есть выражение такое, прищищались золотыми шарцами из деревянных чаш, а сегодня золотый шарц, деревянных чаш, ведь для кого-то не секрет, что мы не такие, мы решили тогда так, выходит 50, привез, сказать, баптистов, каждая знает о Христе, а вот в институтах, то есть настоятель пропаганды, и ты говоришь, братья, сестры, ребята, и глава такой, только шорох стоит по всем храме, у нас ничего в руках нету, одна католичка у нас была в храме, у нее розария, маленький, она стоит по нему, считает, православные ничего не знают, и сюда приедут спасатели, вы просто не знаете, о чем говорить, мы вдоль и поперек России прошли до Дальнего Востока, я уж ссылаться ни на кого не буду, патриарх Кирилл Гудяй, он проезжает до Востока, поселил, возвращается и говорит, состояние церкви, тире, духовное развалины, запомните это, я когда говорю так, то что у нас монастыри тут строятся, священник прям на на что, не согласен, я тогда открываю газету, пока засмотрюсь, святейший патриарх, патриарх, ну, наверное, так и есть, заговорил бедный, говорит, так кто ты такой, заговорил богаче, говорила, облаков превознеси слова, патриарх сказал, говорит, да патриарху не показали, что мы видим, мы более-менее показали, а куда мы заезжаем там, Херсима, Освенцима, это наша родина, наша Россия, некому селиться, даже готовые сейчас дома сделайте, и некому селиться, никого нету, у русских 1,8 лет рождается средняя семья, 1,8 лет, мусульмане 8,1 лет, и чтобы поправить положение, Дмитрий Смирнов, в священниках московских, говорит, сегодня в каждой семье должно быть не менее 8 детей, будет ли это, когда монаши, что проповедовал все эти годы, не надо этого, вы себя посмотрите, проверьте где, чего вы играете в бирюки, какая Россия, жить-то нету, мы совершенно, вот едем здесь, везде на стройке, везде одни работают люди, не успевнешившиеся, единственное, где по-русски мы видим, это в Беларуси, я никого не видел, вообще ни одного нету, спровоцировали, или как-то сделали, какой-то инцидент, указание было на комиски, всех до одного, и никого нету, женатые, беззабирай жену и жаль, ни одного не увидели, мой грузин, или кого-то там, армянина, вообще никого нету, по-сякому, в Беларуси, проехали, говорится, сбоку на бок, а у нас, в России, посмотрите, кто работает, ну в Москве, гляньте, миллион двести тысяч от них от эрбальджанцев, и никто-то пишет, кого в Кирилл Сашу, и вот и известно, кому нужна, вот эта сварка, глиносоломенная Русь, как писал Женицын, говорит, где-то Читбескан даже двоевок не стал бы такую, одна пьянь, у нас в храме приходила еврейка, она говорит, а вы видели, чтобы на остановке лежал еврей, и с подниму лужи текла, мы говорим, нет, она говорит, за три тысячи лет у нас в свете не есть, ни одного нехрамотного еврея не было, а у нас советская власть началась с них без ликвидации безграмотности, чего мы играем-то? Пока мы не проскрепем с лужиницами для себя раза два-три по хребту, мы никогда не справимся от этого проказа. Нужно сказать, как я вам знатолу, он говорит, голова светилась над пропастью, вот это состояние России. Россия сегодня является ужасом для всех. Разговаривает и говорит, вы знаете свою историю, да когда вы все передохнете, чтобы воздуху не было, вы заразой являетесь из-за всего мира. Все эти идеи, никакой идеи нету, пьянь и дрянь. Поговорите с этими, которые повыше стоят, с руководителями, я все время с преподавателями на радио говорю, никакой идеи нету, только урвать. И чем же бей кусок, тем лучше, и поскоряйте на них отправить в Израиль или куда-то. Где это видно, чтобы в Израиле русские руководили израильское богатство с угарном? Почему у нас эти разные Березовские, Ходоровские все туда ходят? И знают это, и что делать? Ничего не сделать. Бога избрали народ, дары положили к ногам. Это исполняется Писание. И сохрани Бог, и обоносите еврейский народ. Ты должен сказать Бога избрали, и через него и получили Библию, Аминь. Это первеншее благословение 17 глава Бутилета. Нигде ни одного слова не скажи против евреев. Доконил, убили царя. Я добавляю те же самые слова. Пришло время, говорит, Решка, Банчин. Слишком много мы уже наделали перед Богом. Мы опустошили страну своим безбожием, пьянством, такие едешь красоты. Хочешь по глазам закрыть. Неужели ты мог человек все проиграть? Все, никому-то не надо. Как заехали на нашу территорию с Эстонией? Совершенно другая территория. Как будто на другой планеты приехали. Бужики пьяные, разливают, кто-то где-то валяется. Поганая Русь, никакая она не святая. Она является ужасом для народа мира. И где русские появляются на рубежах, на этих курортах, отдельную зону где-то выводят и вывозят их оттуда. За рубеж внизу билет и нас видят, какие мы. Мы были, по нас с вами сравнивали, что в России море, цитат. Мы им даем евангелие. Мы разговариваем. В прошлом году где-то в доме молнию ночью. Беседа, это в интернете выставленная. Да там Боже беседа, где лежит в Коран, две гребли, потерявшиеся издания в доме молнии. Они любят Бога. Есть выражения от Адрея Кураева я узнал, я его употребляю. Они религиозно-талантливые, они не замороженные. Они смотрят в обстановке. Почему наши руководители не сказали, что непременно пять раз в день совершать молитву намазу? В Дубае. Это богатейшее мусульманское государство. Зашел, говорит, я не увидел такого храма примерно на десять тысяч человек. Сомните со своей Мерсиневкой. А я говорю, а где люди? Ну, сейчас подождите, еще полчаса, не будет у нас только молитва. Через полчаса одни мужики, десять тысяч человек. А Демитрий Смиронов говорит, где вы видели месте, чтобы разумные десять, сто мужиков наше собрались в храме. Они сейчас кнопку нажмут, вот отец об этом говорит. Они Крым поднимут на ноги весят. Почему? Они все на учете. Они знают. Они многого не знают. Мы сейчас ехали, где вы там были? В Германии, где вы встретили этих? А, в Испанию. Мусульмане. К Париже подъезжали. Вот. Мусульмане, два мусульмане. Молодые ребята. Сразу начинают мухаммад, проповедуют. Они ничего не знают. Вы бога человека не знаете-то, а Иисус, Иса ваш, это не наш Иисус. Наш Иисус, это Бог и человек. Как Бог, он знает, как человек, он не знает. И поэтому, говорите, Святой Руси, я вам прочитал стихотворение. Когда была святая, скажите дату, срок и имена. Во свете Библии, под эти коростали, достанется, вина, война. Хватали все, от севера до юга. И вот дохватались. И подавились этими кибинками, лимитейками. И ничего не сделать. Говорят, а может быть, может быть, может быть мирным? Может быть. При одном условии. Чтобы они плохо знали Коран, и хорошо знали Библию. У нас наоборот, они Коран знают, лучше нашего. И батюшка об этом пишет. Колокола звонит, где-то чуть слышно. Моинзин залез на минарер и кричит, и дальше слышно много. И он не просто кричит, о, правоверный, отставайте. Служить Аллаху намного лучше, дежели спать. У нас слова. И где мусульмане захватили, они запретили колокольный звон. Это глупость. А у нас ногой, рукой дергает, он один может на десять колокола. Это не пробуждает никого. Колокол я люблю, мне нравится, у меня дома колокол висит. Но не придавайте ему мистического значения. Эта голова, это шлёп, который колодит, это язык называется. Идите проповедовать. Это напоминание проповеди. И Луганск, и другие, они терпят Донецк, еще больше потерпят. Никто, нигде, никогда не отделится от государства, чтобы государство это терпело. Никогда. Если вот это с Крымом, ну Крым, он изначально принадлежал России, не надо сравнивать. Так что, давайте смотреть, а как он путь, он сейчас, где Путин проклинает во всем мире. А он сейчас, он выиграл, он не выиграл, он проиграл. Его храм запускать нельзя. Храм запускать нельзя, он должен оказать приторию. Где его жена? Не должно тебе иметь, и дальше помните окрестители. Почему не найдется у меня нет крестителей, такой, как, подряд вышел, сказал, не нашел тебе иметь, и дальше все стало в свое место. А что боится потерять его благоволение? Рано или поздно правительство разберется все это, а патриарши, они отвернутся. Они поймут, что вместе с церковью, они будут свернуты, как в России было. Ну надо реально посмотреть на жизнь, реально, как и состоит. Ничего патриарх дать не может президенту. Не может, потому что он не имеет этого. Ему самому надо покаяться, родиться с вышел. У него рождение не было. Я его вопросы разбираю, у патриарха, а теперь он никогда не скажет этого. Он не может сказать это, я его уберу сразу, не тут. А у меня в книгах все вопросы патриарха, когда мы так болеем, он был еще, смоленский, калининградский, ему задают вопросы, 60 вопросов, и он из них только на 4 неправильно отвечает. Все остальные неправильно. Это самый патриарх Алексей, это же Андреан Старообрядческий, тоже самый процент. Они не поверили отвечать. И причина одна, не знаю, не боятся, больше еще опыта нету. Ну что же, будем совершать. Те самые большие, там большое зло. Я бы сказал, понимаете, то, чем я живу, на основании Библии. То, что вы говорите, приезжать будут, спасаться в России, вы ни одного слова Библии не докажете, а Бог будет слышать нас по Святой Библии. Вот в чем дело. Ни одного слова не подтвердите, что сказали. При момента обозначить. Первое, насчет монашества, как фактор, который негативно воздействует на демографию. В нашем случае, в нашей общине очень большое значение подается тому, чтобы одинокие люди вступали в брак, чтобы были многодетные семьи, есть специальное послушание с партией. Поэтому убыт, допустим, в моем случае, она многократно компенсируется тем, что все-таки вот такое культивируется, что же я сказал. Теперь по поводу того, что мужиков не соберешь. Действительно, можно такие, говорите, печальные иллюстрации. Например, вот работают уже у нас месяц рабочие с Молдавии, с Украины. Вот. за месяц вот они приходят в лучшем случае раз в день на тракезу. За весь месяц только двое из них как-то зашли на литургию в субботу, а еженедельные приглашения в храм оставались вот такими напрасными, не отвлекались они. Вот, пожалуйста, нам соответствующая оценка, что они имели возможность как-то приобщиться, углубить свою веру и неподоговорительную церковленность. Нередимое слово Геннадий Николаевич. Этого не произошло. То же самое мы видим в глубинке. Вот последний пример, это сейчас мы вышли на финишную прямую в отношении храма или из Тармящинского серия Залазера. и вот что мы видим. Первое. Казалось бы, должны все встать откликнуться на то, что кто-то появился, желающий дом Божий привести в должный вид. Отец Ан из Галиции не дурневает. Какие деньги, какие призывы. У нас люди бескорыстно соберутся для того, чтобы храм построить или отремонтировать. А что мы увидели там? Например, соседи с храмом, причем женщина, супруга, мужчина была одно время даже старостой храма. все попытки их как-то подключить к воскресной молитве для того, чтобы один из факторов возрождения храма успехом не увенчался. То, что мы благотворительно открывали от себя приедем туда и делали ремонт и сейчас большая идет работа по покрытию алтаря. Они за то, что часть мусора вылезли, мужчина на свои погрузчики. Значит, оплата денег за эту работу для них же делаем мы бескорыстно оплата денег. Поселили рабочих в домике в деревне тоже берут оплату за то, что они живут в этом доме, делая им храм. Понимаете? Вот такие парадоксы мы встречаем в глубинке. И последнее насчет Новороссии. насчет Донбасса. Насчет Донбасса. Понимаете? Тут, мне кажется, намного глубже все. Да, конечно, есть такой принцип целостности территории. И, в общем-то, мы в Чечне тоже боролись за целостность государства, понимаем, что будет цепная реакция развала. Но есть и другой принцип. Принцип самоопределения тех регионов, которые являются инородными для основного тела государства. Речь идет о Новороссии, то, что было искусственно присоединено к искусственному также образованию украинскому в Украине. И сейчас они хотят это все пересуфиксировать насильственно. И, по сути, идет религиозная война. Я с этим согласен, потому, что допустим, Наливайчик разговаривает с Богом, говорю, что мы встретились с таким опасным явлением, как православный фундаментализм, православная идеология, которая вдохновляет сепаратистов, надо с этим бороться. Они разрушают православные охраны, они убивают мирных людей, рынки, больницы, детские дома обстреливают, они проводят этнические чистки, расстреливают всех мужчин в случае захвата какого-то населенного пункта. Для меня главное основное деление православной церкви, что было бы предпочтительнее. Безусловно, отделение Новороссии от этого Украины, которое стало руссовским, западным, католическим, сектантским, унианским государством, отделение это находиться вместе, это просто самоубийство для них. Поэтому для спасения физического это сделать необходимо. Вот почему было признание Новороссии вчера, позавчера на нашем собрании, вот почему мы оказываем всяческую поддержку. людей такие вопросы я просто поделился так хорошо мало людей слышно. А уже как они решат эти люди, как они найдут выход из этого, потому что далеко уже зашли, уже жертвы стоят с другой стороны. А нас будут убивать, но мы к этому и призвали. И некоторые вас убьют. Писание об этом говорит. Поведут перед правителем. А куда уходить? Уходили на окраины. Если у вас будут тут такие, посылайте на нас. Потеряйте мы земли много, никто не будет. Выход-то есть, вы не за оружие братьте. Мы христиане. Мы до дороги ехали, я говорил в прошлый раз, Николай Леонов убитый, а мы с ним а сейчас мы с ним беседуем по скайпу. Я мучился дальше в Румынии. Он был чемпион мира только и господь был там такой боевой. Я говорю, ты не доживешь до 50 лет, тебя убьют. Его убили. И сейчас говорят, а как вроде вы знали правительство. Я ничего не знал. Я знал, что ты ведешь в плен, пойдешь в плен. Нам другое Господь заповедовал. Они нас убивают. Я повторяю, что если бы мы были настоящие христиане, мусульмане нам были бы не страшны. Почему? Он убивает отца Христом. Как Екатерина, как Варвара Мученица все рассуждали. Никто от смерти не шарахался. А как Гури Савлан Алиф там идут аресты, а он шел и кричал где этого арестового? Они искали как они пати. Искали. Мы животолюбцы. Мы боимся умереть. Мы боимся болеть по-настоящему. Надо просто себя посмотреть, перетрясти как следует. Чего я хочу? Были в Латвии мы. А вот в Латвии там относятся к русским по делу. Я объясняю. Вот батюшка знает Гаврия. А заводы? Какие заводы? Для такого маленького народа сотни тысяч сослали и не вернулись. Это каково? Мы зашли в Афганистан. Зачем зашли? Русские зачем? Туда даже царь не посылал никогда. Никому не было. И для них потеря полутора миллионов людей на 12 миллионов так громадная потеря. Нам никогда мусульмане этого не простят. Мы везде разжигаем и разжигаем не святая Тарусь убийственная людоедская. Вот они погуляют там брешьем сустином они решают послать какое-то временное правительство барака. Барака повесят там на воротах посольства. Уйдут. И что там было-то? Ничего нету. Теперь этот трафик устроили наркопизис. Америка свое дело сделала. Политики-то никакие. Но я говорю не о политике. Мы христиане. Почему к нам отношение мусульман другое? Потому что мы молимся. Они видят, что я безоружен. Показываю руки. А еще если рядом женщина или ребенок вообще не трогают. Они убивают. Да, убивают. Но мы христиане. Не еще не поминайте. А мусульманин? Мусульманин делает по Корану. Я делаю по Библии. По Евангелию. Он выполняет свое. Получает свое. Я получаю свое. Обратившись ко Христу я обрек себя. А знаете это цветная реакция и то и другое. А Чечня какое отношение? Это и народное тело. Это ярмол. Вспомните все как завоевывали. Да не надо ничего. Харжимурата прочитайте Льва Толстого. они к чему там ухаживают. И вдруг русские приходят в войсках. Все придали огню. Маленьких детей там поубивали. Это пишет он там воевал. Он с натуры пишет. И они собрались когда русские отступили старики оксакалы собрались о Аллах зачем эти люди живут? У него сено было которое для коровы там трудно сожгли пасеку все разбили опрокинули зима ему нечем жить. Это никуда не делалось это в сознании народа. Это русские все делали. Это невыдуманное Хаджимурат это весь мир знает. Он писал с натуры его никто не опровергал. Нам надо это. Нам нужно сегодня научиться болеть и умирать и молиться. Перестаньте бредить какой-то святой Русью. Вы играете этим. Не будет этого никогда. Этого не было в святой Руси. Вот часто пишут послы владимиры пришли и говорят мы были как на небе. Вот так восхищаются. Да вы думайте смысл какой в них. А если бы они пришли там апостол павел вел богослужение они бы минуты не задержались вымялись оттуда. А вот эта красочная вспышная самая пышная это православие. И они как на небе не понимают ни одного слова. Какое небо? Языческое небо как они представляли. Они христианского не знали. Вы говорите душа по природе христиан которые теряются какая душа? Присотворение сегодня она язычница. Ее учить надо она язычница. Ребенку учить не надо он все знает любую позу принят а перекреститься не может. Ему десять раз показывают в лагерь приезжают он не может перекреститься. Душа по природе язычница сегодня. Она по природе сотворенной Богом там христиан когда они погреждены. Вы просто фразу говорите в них это самая суть. У России есть будущее покаяние и страдания омытой крови. И может быть какая-то часть спасется. Может быть опять же а вы какое-то откровение о России имеете не имею согласно Ивангелия никаких нету. Ни две ни три да красиво говорит да похвалят дадут ему медаль ну патриот батюшка нам только на колени перед всем миром. Где бы ни было в Анголе в Кубу везде везде слали миллиарды везде мятежи везде возьмите в Алжире все это русские в Советский Союз понимали остальные меньшие братья все относится к русским это ваша работа мы должны сказать да наша прости нас господи у Варуха написано отцы наши грешили их нет отцы наши грешили их нет а мы несем это поругать им мы должны проникнуться этим и сохранить бог оправдывает грех да как тогда было это цепная реакция где вы эти слова берете их завоевали повоевали как говорится их присоединили это не Грузия не Армения которые послали и приняли это люди насильственно присоединенные а вот какая Россия Польша зачем она была одной из провинций она тоже была у царя под ногами и восстали Финляндия тоже была наконец-то привалился отошли Ленину приписывать ему не надо ее не приписывать если бы их не завоевывали зачем их было гнопи то у нас нет покаяния даже вы женщина там где война идут и все равно этот дух знаете о патриотипах хорошо сказал Шолохов в Тихом Доне от каждого червьевого котелка заверсту они патриотипы у нас одно патр Отечество Небесное если бы мы думали об отечестве земном имели время повернуться но они помышляли о горнем вы ни одного слова об этом не сказали помышляйте о горнем а не о земном ни о каком единстве о сохранении государства не вените речи Россия кончилась мы только в будущее можем надеяться что может быть отдельные люди где-то спасутся какой был Израиль полностью пошел без плен самое страшное это не война а плен вот когда нас пойдут другую страну рабами закованными а вот Россия там заплатили казань сто тысяч я не знал сто тысяч у батюшки слишком узнал не оспаривали но и там может спастись трещина довещности и как с ними обращались Чилингисхан когда завоевал какой-либо освященный канал ни налоги не наложил ничего а это национальный герой был а почему между собой князи оградись он объединил в этом не стало и не до этого было надо чуть повыше посмотреть небесное отечество я иду туда все остальное как и существует передвигаемся местом а у грузии были они сразу наш сайт открыли уходим братья сайт открыли вас да грузей а у не сайт открыли фотографии все пошли они у нас и забыли давай смотреть красиво на сайте так мы уходим ну давайте братья с Богом а с Богом спасибо с Богом с Богом помогает Бог вам спасибо с Богом с Богом у вас хорошо кто будут где-то с Глуганской другие не знают куда направляйте к нам мы придем а они на улице не останутся если которые любят земледель они падают все желаемое потеряю их ждет пусть скажу увидите настоящий благославие так